работа с информационной системой или с базой знаний заключается в создании вот таких вот категорий в них папок и в каждой папке статьи вот такие три уровня например я создал категорию тизаурус в нем папка рентгенологии и сейчас 9 статей начну с того как добавляется новая статья достаточно в режиме в режиме редактирования этот режим может предоставляться членом команды то что они будут носить сначала будет попадать черновики и потом и черновиков будет носиться одобряться модератором вот такая вот иерархия и так добавляется статья она имеет название вот такой скорость клубочковой фильтрации записано добавить тег для быстрого поиска для оптимизации в интернете то же самое и для улучшения поиска еще вот этот я думаю вот так надо вносить описание для поискового движка то есть поисковые машины в интернете будут находить вот эту информацию и приводить на этот сайт осталось внести содержание этой статьи вот так вот копируется и вставляется причем очищает от формата верт очистить и вот получилось вот так сразу гипер ссылка для уменьшения объема можно взять эту гипер ссылку удалить и назначить более короткой вставкой вот так и открывать в новой вкладке чтобы не покидать нашу базу знаний пожалуй все в папку рентгенология в тезаурус будет размещена эта статья опубликовать все так база знаний есть как будет выглядеть это для пользователя это будет доменное имя сейчас она временно вот такое это все бесплатных вот то что делаю будет работать бесплатно про ограничение я скажу отдельно а это dog . freshdesk.com вот freshdesk это значит бесплатно у нас будет полностью там clean farm dog может быть такое . ru это будет у нас если мы приобретем далее мы видим эту базу знаний она состоит из категорий пока трех эта категория осталась еще по умолчанию на самом деле 2 клинические рекомендации например артериальная гипертензия у взрослых дальше будут какие-то другие какие-то другие размещения вот такие категории будут добавляться продолжаем вот это вот одна папка и такие папки будут добавляться сейчас здесь всего птизауре сиди 10 показываются не все остальные вот так вот раскрываются это глазами пользователя ну это понятно а теперь самое интересное нужно допустим что-то найти например фибро фиброз наш доктор что-то ищет он запутался он ищет фиброз пожалуйста он нашел два раза этот пункт фиброз упоминается дважды вот он его находит и даже если он не авторизован давайте я выйду из авторизации еще раз фиброз он находит и даже если он не авторизован он может отметить вся статистика по вот этим лайкам и дизлайкам количество просмотров где-то будет все располагаться так вот здесь вот ссылочка неправильно это можно исправить он может он может мы администраторы будут видеть какие статьи лучше всего просматриваться когда опубликована кем опубликован можно распечатать на бумаге если необходимо вот так будет это выглядеть кроме того доктор может подать заявку в службу поддержки этого не было заявлено но это по умолчанию здесь строена то есть можно в ассоциацию или нашим экспертом написать какое-то сообщение и она придет это сообщение будет учтено специальной базе если это сообщение будет полезно в качестве полезного принято в качестве полезного решения оно будет прикреплено в базу знаний то есть ничего не пропадает для авторизации можно использовать различные социальные сети вот так вот то есть быстро можно авторизоваться любому пользователю вот он зашел ну это я зашел как администратор системы и также будут заходить и наши другие администраторы системы давайте я зайду под другой учетной записью не администратора обычного пользователя у него появляются дополнительные возможности вот это не администратор это тоже белоножки но из другой сети вот он видит все вот эти элементы базы знаний но он еще видит форумы они не были предусмотрены в заявке но они тут встроены их можно также использовать или вообще убрать то есть кроме заявок еще здесь встроенная форум форумы как элемент базы знаний давайте посмотрим тут уже есть готовые образцы вот такие вот группа формов объявлений с какими-то метками они не просто так они помечаются как выполнены или на стадии рассмотрения на каждое сообщение можно подписаться если нравится эта идея тоже можно поставить свою метку то есть это дополнительный элемент базы знаний и так у нас есть готовые решения форумы и персональные заявки к экспертом вот этот логотип чик можно поменять название можно исправить название домена можно купить и пока это все бесплатно здесь же на сайте имеется чик тоже бесплатная версия в платной версии за 19 долларов в месяц будет еще и бот и этот чат можно размещать точно такой же чат можно размещать на сайт и в этом случае чат становится вот я вот сейчас разместил на наш сайт вот здесь у него кроме обычного чата еще есть возможность добавления бота который автоматизирует какие-то диагностические какие-то типовые вопросы прямо тут же работает вот такая система поисковых запросов прямо в чате есть и чат и бот и поисковая система встроены и могут быть размещены на сайте все это работает естественно на мобильных устройствах тоже и так что еще я не рассказал какие еще требования да все статьи все статьи все статьи вот эта статья они автоматически как мудал гиперссылки не собирают это надо делать вручную далее отслеживание версий здесь сохраняется пока тут их нет но версии можно отслеживать вместо одной будет другая какие еще требования дополнительно в этой папке где размещена статья рядышком размещаются похожие статьи по этой по этой же папке то есть это похоже на up to date очень сильно также как и есть тема в ней есть свои собственные типов тематические статьи и статья находятся здесь этот весь дизайн можно менять как я уже сказал в принципе все задача считаю решена а и последняя в статье я там писал по строчные на строчные символы химических и математических форму здесь не работают но это можно легко исправить если вставлять формулу как картинку сейчас не буду тратить на это время то есть если заниматься этим то можно получить то что нужно собирать вот эти рекомендации рекомендации по ним создавать словарики в тезаурус причем по своим папкам вводить эти тексты по рубрикам тоже так вот по степо частями давайте покажу еще раз где тут у меня есть это тезаурус вот артериальная гипертензия у взрослых она дробится на вот эти вот статьи и таких статей может быть здесь будет и 20 и 30 неважно они его так вот сложатся такую ссылку смотреть все то есть не все будут показаны только часть и таким образом можно каждое заболевание каждой рекомендации точнее описать именно здесь и любой желающий может вот так вот и быстро разыскать что касается экспорта туда здесь есть ну это экспорт службы поддержки тут я написал все мои мой запрос надо уточнить в принципе helpdesk это и есть вот это да позволяет позволяет делать такой экспорт предварительно да в модула сто процентов это можно но в модула я пока не нашел там все это есть кроме вот этого быстрого поиска с подстановкой вот этого быстрого поиска с подстановкой я пока еще не нашел хотя если установить модул на базу данных постгресс я нашел плагин который это позволяет делать сейчас попробую показать вот видите он по находит но это находит только в названиях курса вот такой поиск а в названиях курсов форумов но не в самом тексте а внутри самого вот этого вики среди документов там требуется база постгресс она пока у меня отсутствует на которой будет работать модул вот как работает этот вики в принципе тут можно совсем согласится все это будет работать и можно редактировать всем желающим и здесь поиски есть на модул в этом вики но без вот этой подстановке повторюсь это можно сделать если будет база данных постгресс вот этот диагноз ключевое слово вот он находит нашел два пункта вот тут нашел и вот тут нашел вот такой длинный поиску сразу показывает все все эти источники в полном виде где он нашел пожалуй все я предлагаю рассмотреть вот этот точнее остановиться на варианте от fresh desk бесплатный сто процентов будет работать у платного есть некоторые дополнения в основном это касается внесения базы знаний в чат плюс сам чат бот неплохое там сделан для подсказки какие-то шаги может давать инструкции в том числе и врачам прямо сразу на сайте вот точно такой же и на сайте будет работать вот он такой тут я уже веду переписку вот он уже так я выключил тут же приходит сообщение тут же можно отвечать вот так вот звук на сайте слышен вот так вот звук на сайте слышен все это работает и пожалуй все по анализу по анализу медиавики я посмотрел там плохо проблема с редактированием я создал сайт нами медиавики но там хуже еще я попробовал сделать на зендеске такую же базу знаний вот она у нее тоже будет работать там все примерно то же самое вот на зендеске тут бесплатной версии нет тут есть только демонстрационные тут тоже можно что-то находить вот он тут же находит это требование я еще тут мало носил но вот тоже группа в ней какая-то папка в этой папке свои документы вот можно подписываться но это тоже есть и во фрешдеске это тоже все работает но у фрешдеска больше возможностей там еще есть и форум и там более интересный вот этот чат и чат-бот и консультационная система в чате тоже сделано неплохо и и подешевле будет у индусов вот это вот в лондоне зендеск все поддерживают русский язык все могут настраивать свой дизайн вот я тоже этот изучил но я рекомендую все-таки остановиться на фрешдеск 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 пожалуй я заканчиваю эту работу тут уже все понятно надо принимать решение будем ли мы работать на фрешдеск если да то надо выбрать имя другое и туда уже вносить потому что здесь это все может пропасть или остановиться на этом имени только купить ему доменное имя так я сейчас узнаю сколько оно стоит значит фрешдеск вот тарифы и оплата так надо авторизоваться через google так странно так вот я сейчас на бесплатном тарифе ноль долларов если переходить на следующий то это будет стоить 20 долларов сейчас веб виджет то есть вот вот этот вот виджет готовые ответы что еще здесь история за 30 дней каналы есть разные связи через чат или через почту или через форум или через тикет на сайте и мобильное приложение есть пакетные действия когда что-то робот исполняет напоминает если это заявка подталкивает что надо сделать вот этот поиск и до 10 тысяч посетителей в месяц вот это бесплатно у платного за 19 долларов в месяц то же самое добавляется добавляется умные виджеты удовлетворенность клиентов нам это не особо надо но ботов здесь нет боты появляется уже за 29 долларов я не думаю что это нам сейчас надо вот эти боты и все остальное пока достаточно начальной задачи это это база знаний вот это freshdesk нам достаточно freshdesk это 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 freshdesk это freshdesk вот это это вот это вот он freshdesk или база знаний база знаний готовых решений вот это решение это база знаний готовых решений спасибо за внимание прошу принять решение одобрить сервис freshdesk можете его испытать я предлагаю эту ссылку все все Продолжение следует...